Привет, Карла. Привет, семье Цинцина. Спасибо вам за столь любезное представление. Должен ли я сразу приступить к разговору? Да, я думаю, вы знаете, во-первых, я думаю, что нужно сказать просто быстро, чтобы люди поняли, если они видят вас в первый раз. Потому что за последние несколько месяцев появилось так много новых людей, и они могут не знать ваших двух, небольшая история о тебе началась всего несколько лет назад. У некоторых из нас не было ощущения, что мы здесь уже больше десяти лет. Но как давно вы начали работать в Зинзино? Я купил АПК 21 января, то есть три с половиной года назад, но через четыре месяца у меня не было ни партнеров, ни клиентов, ни кредитов, и я был неактивен в бэк-офисе. Итак, я перезапустил игру 21 мая. Так что можно сказать, что скоро у меня будет год бесплатного сотрудничества с Чино. Прошло три года, и люди будут спрашивать, а сколько ему лет? Между тем, Карло, тебе уже 24 года, и ты становишься старше. Со времени следующей встречи вы поднялись с 23 до 24 лет. Но дело в том, что иногда у людей возникает такое чувство по этому поводу, пока они не услышат, что вы говорите. И не поймут, что вы, ребята, изучали это, и стали экспертами в том, как по-настоящему заводить людей и получать удовольствие от поездки на этом пути. Но на самом деле знаю, как построить этот бизнес. Так что нам не терпится услышать, чему именно вы собираетесь нас научить о том, как эффективно привлекать людей к работе. Я готова приступить к работе. Да, спасибо вам, Карло. Так что прежде чем я начну говорить, не могли бы вы, пожалуйста, оказать мне услугу, ребята, и написать в чат, какова ваша долгосрочная цель в Син-Сина, каковы ваши почему, почему вы начали этот бизнес? Не могли бы вы уделить несколько секунд, чтобы написать это в чат? Нам это понадобится позже. Придурок пишет «Свобода». Я начал этот бизнес, чтобы помогать другим вести здоровый образ жизни. У меня получилась очень хорошая мотивация. Я думаю, что у каждого, кто работает в Син-Сина, есть своя мотивация. Баланс в один миллион долларов, свобода, финансовая свобода, крепкое здоровье, финансовая свобода, свобода во времени, оказывают значительное влияние. В этом и заключается прелесть Синчина. И я ожидал получить ответы на эти вопросы в виде сочетания, я хочу сделать людей здоровее, и я хочу свободы для себя. И для меня это было в точности то же самое. Если вы не знаете моего прошлого, то оба моих дедушки и бабушки умерли, когда мне было 10 и 13 лет. Так что у меня всегда была страсть к профилактике заболеваний. Я всегда хотел внести свой вклад в этот мир, чтобы люди стали более осознанно делать что-то для своего здоровья, пока не стало слишком поздно. Так что для меня это было одним из важных моментов, начиная с Сончина. А вторым моментом, конечно же, была свобода. Я помню, как сидел в школе, где мне было примерно 15-16 лет, и думал про себя, что мне делать, когда я закончу школу. В школе у меня не было никакого интереса ни к одной теме, кроме спорта. И когда я увидел взрослых людей, я подумал, я не совсем уверен, но я не могу представить, чтобы я наслаждался жизнью, когда мне приходится работать всю свою жизнь от 40 до 50 лет, по несколько часов каждую неделю. Когда мне исполнится 80 лет, и я вспомню о своей жизни и о том, что я работал так же, как и они всю свою жизнь. Я не знаю, был бы я действительно на 100% доволен этой жизнью. Так вот, я всегда хотел иметь возможность жить свободной жизнью, принимать собственные решения в отношении своей собственной жизни, действительно делать то, что я хочу. И для этого в 2000 году вам понадобятся деньги. С такими деньгами мы не сможем осуществить наши мечты, верно? Это просто то, что есть. Так что моей личной целью в компании Син Сина было достичь этой свободы и получать пассивный доход, в то время как мы делаем мир чуточку здоровее. И именно поэтому удивительно, что я могу выступить с этим докладом сегодня, потому что я думаю, что это важнейший навык. Умение эффективно заводить партнеров, это, возможно, один из самых важных, если не самый важный навык, который вы можете развить, если хотите получить пассивный доход. Но почему это так? И я бы сказал, давайте начнем с презентации, которую я подготовил, потому что я хочу вам здесь кое-что показать. Так что давайте не эту презентацию, а вот эту. Мы знаем, что пассивный доход в нашем бизнесе получают клиенты нашей команды, не так ли? Так что если у вас нет клиентов в команде, то на самом деле у вас нет пассивного дохода с Винсентина. Если у вас много клиентов в команде, то у вас есть большой пассивный доход в Сенсо Ноу. Так что вашей долгосрочной целью должно стать действительно увеличение числа постоянных клиентов в вашем бизнесе. И вы можете убедиться, что в моем собственном бизнесе все начиналось совсем не так, верно? Но в любом случае эта история продолжается. Но для того, чтобы привлечь в команду огромное количество клиентов, конечно, имеет смысл также привлечь большое количество партнеров. Потому что, допустим, вы хотите привлечь 10 клиентов в команду. Как вы думаете, сколько времени потребуется вам самому, чтобы привлечь 10 клиентов в команду? Возможно, вы никогда не добьетесь этого, потому что это очень большое число, и вы даже не сможете поддерживать связь со всеми нашими клиентами. У нас их 10, не так ли? Так что если вы будете привлекать клиентов только сами, скорее всего вы не достигнете 10, если у вас будет только 10 партнеров 10 лет, это тоже очень сложно. Если у вас будет 100 партнеров, но все равно 10, то работать с клиентами в команде будет сложно. Если у вас есть один партнер во всей вашей команде, и каждый занимается 10 клиентами, то у вас будет 10 клиентов в вашей команде. Таким образом, чтобы достичь высокого числа клиентов в команде, нам нужно много партнеров в нашей команде. И если мы не знаем, как эффективно привлечь партнеров к работе, то привлечь большое количество партнеров в вашу команду будет большой проблемой. Вот почему это очень важный навык. Лично для меня, лично я нанял 20 партнеров, более или менее, может быть еще одного, примерно в 2020 году, и в период с мая по декабрь 2021 года. Так что подбор партнеров не был для меня самой большой проблемой, когда я начал этот бизнес. Но на конец 2021 года, только два из них были активны, а 18 были неактивны. И когда я увидел это, я подумал про себя, хорошо, Саша, тебе нужно что-то здесь изменить. Потому что, если ты набираешь партнера за партнером, но при этом 90% из них становятся неактивными, не приступая к эффективной работе, ты никогда не сможешь создать пассивную команду. Доход в Цинциннате, если все снова уволятся. Какой смысл нанимать много партнеров, если вы не заставляете их начать работу? Проблема в том, что я не знал, как это сделать. Но я получил два урока из своего детства, и я хочу показать вам одну фотографию. Сейчас мне 16 или 17 лет. Это был обычный день в моей жизни, и мне было примерно 1415 или 1617 лет. Карло, почему ты смеешься? Я этого не понимаю. Это я, 16 лет, пью пиво в своем спальном костюме, в наушниках, сидя перед ноутбуком. Потому что я всю свою жизнь был зависим от видеоигр. Я был зависим от игры в видеоигры. Для меня не было ничего необычного в том, чтобы играть по 8 часов в день, когда мне тоже нужно было ходить в школу, или играть по 16 часов в день, когда были выходные. Так что вы могли бы сказать, окей, я каким-то образом потратил в пустую время. А зачем вы рассказываете эту историю? Потому что игра в видеоигры, пристрастие к видеоиграм дало мне два важных урока на всю мою жизнь, но особенно для Цинчина. Урок номер один заключался в том, что когда вы начинаете новую компьютерную игру, первые уровни довольно сложны. Так что перейти с нулевого уровня на пятый, это непростая задача. Это очень, очень сложно. Но если однажды вы будете играть в игру дольше, и если однажды вы достигнете 20 уровня, и вы станете персонажем 20 уровня, и вы вернетесь на пятый уровень, это так просто. Это так просто. Таким образом, развитие навыков в нашем бизнесе в Энсина, когда мы начинаем с развития навыков, необходимых для перехода с нулевого уровня на пятый в развитии навыков привлечения партнеров, становится очень сложным. Но как только вы достигнете этого уровня, все станет очень просто. Так что как только вы действительно научитесь эффективно заводить партнеров, это будет становиться все легче и легче. Так что это то, чему вы должны научиться один раз, и это принесет вам пользу на протяжении всей вашей карьеры в Синсина. Это был важный урок, и я понял, хорошо, Саша, ты не знаешь, как найти партнеров для начала, но ты можешь научиться этому навыку. И когда ты научишься этому и овладеешь им в совершенстве, однажды это будет легко для тебя. Честно говоря, это дало мне надежду на то, что это число может измениться. Люди будут оставаться активными, дублировать бизнес и уходить из него всего через несколько недель. И еще я узнал вторую вещь, и это было, когда я играл в Майнкрафт. Я не знаю, знакомы ли вы с этой игрой, но я так часто в нее играл. И там вы могли бы выращивать различные ресурсы. И, например, одним из ресурсов было совершенно особенное золото. Таким образом, у вас было два варианта получения большего количества золота. Конечно, вы могли бы спуститься под землю и добывать его час за часом, чтобы получить несколько блоков золота. Но была и вторая возможность. Вы могли бы построить ферму, золотую ферму. Потребовалось много часов, чтобы собрать ресурсы для ее строительства и оптимизировать ее. Так что на строительство этой золотой фермы ушло много времени. И, конечно же, пока я строил эту золотую ферму, я не получил никакого золота. Но как только я разработал ферму, как только я разработал систему, я получил золото, ничего для этого не делая. Я имею в виду, мы думали, что с Син Сина, конечно, ничего не получится. Но урок для меня был таков. Эй, Саша, как в Майнкрафт. Разработай хорошая система для того, чтобы помочь партнерам начать работу. Развивайте эту золотую ферму в Цинциннате. И это в основном то, что мы в нашей команде, особенно вместе с Майклом, сделали за последние три года, чтобы действительно разработать систему эффективного привлечения партнеров к работе. И это тоже то, чем я хочу поделиться с вами. Поэтому я выбрал несколько различных правил, которые, на мой взгляд, очень важны в отношении навыков. И правило номер один — это немедленные действия. Я никогда не был силен в физике, я никогда по-настоящему не интересовался ею, но я могу вспомнить одну цитату из Исаака Ньютона. Это был объект, к которому обращаются, как правило, в состоянии покоя. Объект, который находится в движении, как правило, остается в движении. Так что же это значит для наших партнеров? Возможно, вы даже слышали об этом раньше, но это означает, что когда появляется новый партнер, нужно как можно скорее привести его в действие. Не ждите пять дней, пока он начнет действовать, потому что потом у него будет пять дней на отдых. А если у него будет пять дней на отдых, то, скорее всего, он так и останется в покое. Так что, возможно, это самое важное правило для того, чтобы побудить их к немедленным действиям, заставить их немедленно что-то предпринять. Потому что, если они находятся в движении, они будут продолжать двигаться. А что вы можете сделать для соблюдения правила номер один? Вы можете делать разные вещи. Вы можете давать им задания, которые будут соответствовать заданиям, указанным в следующем правиле. Но вы также можете сказать им, «Эй, давайте внесем вызов команды в ваш календарь для нас». Каждый понедельник в 7 часов вечера мы проводим вызов команды. Поэтому, когда новый партнер приступает к работе, я обязательно отмечаю это в своем календаре. Это всего лишь крошечный шаг, чтобы внести что-то в свой календарь, но он уже что-то делает. У него более или менее получается действовать. В таком случае я всегда стараюсь связаться с ним в течение 48 часов. Лучше всего, конечно, сделать это в тот же день или в течение 24 часов, но как можно скорее, не позднее, чем через 48 часов после начала работы. Поэтому, когда мы зарегистрировались, я спросил его, «Эй, когда вам удобнее всего позвонить по телефону для регистрации?» «Может быть, нам стоит сделать это сегодня попозже?» «Может быть, нам стоит сделать это сейчас, если мы оба свободны?» «Может быть, нам стоит сделать это завтра?» «Что вам больше подходит и в какое время?» Кроме того, просто назначить встречу для адаптации, это тоже маленький шаг вперед. И этот маленький шаг намного лучше, чем вообще ничего не предпринимать. И я также спрашиваю его, «Эй, вы хотите, чтобы ваш бизнес в Инсино начался как можно лучше?» Не хотите ли вы узнать, какую наилучшую практику вы можете применить, чтобы эффективно начать свой собственный бизнес здесь? Почти все говорят «да». И тогда я говорю им, знаете, исходя из своего опыта, я могу сказать, что люди, которые выполняют это упражнение, добиваются успеха. Скорее всего. Для этого нужно просто взять ручку и бумагу и записать 20 имен. Запишите 10 имен в качестве потенциальных клиентов и 10 имен в качестве потенциальных партнеров. Как вы думаете, сможете ли вы сделать это до нашего следующего звонка о приеме на работу? Для вашего лучшего старта в Цинциннате в вашем собственном бизнесе. Поэтому, когда он сразу после регистрации начинает записывать первые имена в своем списке, это идеальное начало, потому что потом он привыкает к этому. Он начал действовать. И для этого есть небольшой совет, потому что каждый из вас, я думаю, уже знает, что им следует это сделать. Начинайте создавать список с первого по второе число, но вы можете немного подправить его, чтобы люди действительно это делали, или чтобы им было проще это делать. Потому что я обнаружил, что когда мы не очень разборчивы, люди на самом деле не добиваются успеха в чем-либо, верно? Так что если вы просто скажете, эй, запишите 20 имен, это будет не очень конкретно. Итак, что мы делаем, так это говорим, эй, назовите 10 имен, которые могли бы быть заинтересованы в концепции продукта. Для этого задайте себе следующие вопросы. Спросите себя, кого вы знаете, кто принимает добавки омега-3. Запишите их, кого вы знаете, кто вообще принимает добавки. Запишите их, кто из ваших знакомых считает, что это очень важно для здоровья. Кто из ваших знакомых ходит в спортзал? Чем конкретнее задание, тем лучше будет результат. И я никогда не начинаю с самого начала. Я знаю, что многие люди начинают с вопроса, кого вы знаете, у кого проблемы со здоровьем. Я никогда не начинаю с этого. Я всегда начинаю с добавок омега-3 от Фудекс, с занятий в тренажерном зале, заботящихся о своем здоровье. Почему? Потому что у людей, у которых есть проблемы со здоровьем, как вы думаете, почему у них проблемы со здоровьем? Возможно, потому что они не особо интересовались своим здоровьем. Так что да, им нужна концепция сбалансированности, и да, нам следует поговорить с ними. Но просто знайте, что это будут самые сложные клиенты. Люди, которые уже принимают омегу бесплатно, люди, которые уже платят деньги за добавки, это те люди, которые хотят того, что есть у нас. Так что поговорите с ними первым. Это самое простое. Сделайте так, чтобы вашему новому партнеру было как можно проще. Поэтому позвольте ему сначала поговорить с людьми, которые знают, что они принимают пищевые добавки, ходят в спортзал, заботятся о своем здоровье и в частности принимают омега-3. А затем, обращаясь к потенциальным партнерам, скажите им, задайте себе следующие вопросы. Спросите себя, эй, кого вы знаете, кто работает в сфере здравоохранения? Вы могли бы стать еще более конкретным, сказав им, эй, кого вы знаете, кто работает личным тренером, кто работает диетологом, кто работает физиотерапевтом? Кто, возможно, у него есть свой собственный тренажерный зал? В этом вопросе вы можете быть даже более конкретны. Кого вы знаете, кто занимается самозанятостью? Потому что эти люди показали, что они хотят чего-то добиться в своем собственном бизнесе. Кого вы знаете, кто, возможно, уже занимался сетевым маркетингом, но пока не добился успеха? Эти люди показывают, что они открыты для этого бизнеса. И после этого вы, конечно, можете спросить, кого вы знаете, кто хочет заработать мои деньги? Кого вы знаете, кому не нравится его работа? Но опять же, это более сложная задача, чем у людей, которые уже работают не по найму, которые уже пробовали сетевой маркетинг, которые мы находимся в сфере здравоохранения, когда эти люди открыты для нас в SEO. Так дайте ему это задание, 10 имен здесь, 10 имен здесь, с вопросами, которые он может задать себе сам. Это первый шаг к немедленному началу действий. Итак, правило номер два заключается в том, чтобы создать систему. Я уже говорил о важности систем, не так ли? И это очень важно. И да, это специально написано таким крупным шрифтом, чтобы было короткое видео о внедрении. Я разговаривал с несколькими людьми о поездке в качестве режиссера, и один из них также спросил меня о процессе внедрения и спросил его, «Эй, а как тебе это нравится? Как у тебя идут дела с внедрением?» Да, мы отправили им 90-минутное видео о внедрении. И когда я посмотрел, мне показалось, что это 90-минутное видео о внедрении. Да, да, потому что ему нужно знать все. Я спрашивал его, «Хорошо, сколько человек посмотрели все это видео за 90 минут?» У него был такой вид, будто он задумался над этим вопросом в первый раз. И он сказал, «Честно говоря, я почти никому не верю». И в этом-то и заключается проблема. Я имею в виду, что мне 24 года, когда тебе около 40, может быть все еще немного по-другому. Но все же большинство людей не хотят смотреть 90-минутное видео сегодня. А если у вас есть люди, с которыми вы работаете онлайн? Если у вас есть люди, которые находятся в Инстаграм, те, кто привык смотреть 22-е видео в целом, и эти в частности не будут смотреть 90-минутное видео. Сегодня этого не произойдет. Так что не отправляйте им 90-минутное видео. У нас есть 8 видеороликов продолжительностью от 3 до 5 минут каждый. Они очень короткие и простые, но я знаю, что все смотрят их, потому что они короткие. А о чем эти видео? Они очень простые. Так вот, одно видео о том, почему это происходит. Эй, подумайте вот о чем. Для выполнения упражнения возьмите ручку и бумагу, и в течение 10 минут напишите, почему вы хотите построить этот бизнес. Я понимаю смысл фразы Эй, вам нужно выплакаться, вам нужно объяснить, почему вы плачете. Вам нужно одно сильное эмоциональное почему. Прекрасно, если у людей это есть. У многих людей этого нет. Так что вместо того, чтобы пытаться иметь только одну ногу, на которую можно опереться, попробуйте иметь 10 ног, на которые можно опереться, чтобы стать более устойчивым. Так что скажите им, Эй, запишите все способы, которые вы можете себе представить. Можно было бы уделять больше времени семье, иметь возможность путешествовать, покупать дорогую здоровую пищу, вместо дешевой, вредной для здоровья. Так что пусть они найдут что-то другое. Чем больше мудрых они найдут, тем лучше. Чем больше мудрых слов они напишут, тем лучше. Это поможет им еще больше воодушевиться идеей создания собственного бизнеса. Тогда у нас есть одно видео о целях, особенно о долгосрочных. Так что мы позволяем им самим ставить цели. Чего вы хотите достичь сегодня через 12 месяцев? Какого ранга? Директор, бриллиант, платина, корона, что угодно. Трехминутное видео, даже не двухминутное, а вот это. Затем у нас будет трехминутное видео, в котором мы объясним, как быстро начать. С акцентом на привет для клиентов и партнеров. Вот в чем фокус. О двух других шагах мы подробно поговорим, когда достигнем первых двух целей. Трехминутное видео, в течение десяти минут говорить ни о чем. В центре внимания находятся два клиента, два партнера. Ко всему остальному мы вернемся позже. А затем у нас будет видеоролик о продукте и запуске бизнеса. О запуске продукта и бизнеса. Я вернусь к этому позже. Но это правило номер два. Разработайте систему и размещайте короткие видеоролики о внедрении, а не девяностиминутные, потому что исходя из опыта. Я могу сказать, что большинство людей их не смотрят. А какое это имеет значение, если у вас есть лучшее видео, если большинство людей его не смотрят? Тогда у нас есть правило номер три, получить бай-ин. Так что все, что я вам только что объяснил, не имеет значения, если у вас нет его бай-ина. Так что не указывайте ему, что делать, но позвольте ему самому ставить задачи. Что я имею в виду? Я спрашиваю их, эй, вы хотите, чтобы начало работы с Син Сина прошло как можно лучше? Эй, вам нужна наша помощь? Эй, не хотите ли вы пройти этот курс адаптации вместе с нами? Тогда я расскажу ему о его жене, о его целях, о том, как стать более быстрым. Затем я спрошу его, потому что у многих людей все в порядке, а теперь мне нужно привлечь первых четырех клиентов. Приятно, что вы их воодушевляете, но прежде спросите, эй, это самые быстрые костлявые. Я просто хотел спросить вас, хотите ли вы связаться с ними? Важно ли для вас добраться до более быстрого Бонни? Да, это так и есть. Теперь вы должны внести свой вклад. Теперь вы можете начать работать с ним вместе. А затем вы сможете объяснить им, что у вас есть система привлечения четырех клиентов в партнеры. Объясните ему, как это выглядит, какую работу ему предстоит выполнять, а затем спросите его, эй, вот как мы с новыми людьми добиваемся более быстрого результата. Вы хотите сделать это вместе с нами? Вот этот процесс? Да, я хочу проделать этот процесс вместе с вами. Хорошо, теперь вы можете внести свой вклад. Так что никогда не указывайте ему, что делать, скажите ему, какие у него есть варианты, а затем спросите, что он хочет сделать. Конечно, вы можете немного сформулировать это. Поэтому я обращаюсь к новым партнерам. Эй, вот система, которую я вам только что показал. Просто дайте мне знать. Не хотите ли вы поработать со мной вместе над системой, в которой мы действительно сможем вам помочь? И мы знаем, что очень вероятно, что вы добьетесь успеха? Или вы хотите просто положиться на удачу и попробовать все, что придет вам в голову? Мы не знаем, будет ли это успешным или нет. 99% говорят, о, давайте поработаем с системой. Конечно, вы можете немного приукрасить это, чтобы он сказал, да, пожалуйста, помогите мне. Но это очень важно. Это ключ к тому, чтобы получить buy-in. Лучшая адаптация не имеет значения, если у вас нет его buy-in. Мотивация должна исходить от него, а не от вас. Вы можете только вдохновить его на поиск собственной мотивации. Правило номер четыре – простота. И еще это интересно, потому что я также узнал, что некоторые люди проводят детальные тренинги по продукту для новых партнеров, тренинги по планированию бесед. И мне интересно, почему? Почему? Когда они проводят тренинги по продукту и тренинги по планированию бесед, вы отвлекаете внимание от того, что действительно важно. Получая первое место для наших клиентов и два партнера. Если нет тренинга по продукту, нет тренинга по компенсационному плану, то единственное, что они могут сделать, это построить бизнес. Чего вы от них хотите? Изучить компенсационный план или построить бизнес? Конечно же, для того, чтобы построить бизнес. Так что не усложняйте задачу и сосредоточьтесь на привлечении первых четырех клиентов и двух партнеров. Это должно быть единственной целью в течение первых тридцати дней. И я не знаю, как вы работаете с новыми партнерами. Я объясню вам, как запускается продукт при запуске бизнеса, но я не хочу вмешиваться в вашу систему. Поэтому, пожалуйста, прежде чем внедрять это, я поговорю об этом с вашим вышестоящим руководством, не так ли? Я не хочу вмешиваться в вашу систему. Именно так мы это и делаем. И в принципе это очень просто. У нас есть разные этапы. Шаг номер один это создание списка. Один для потенциальных клиентов, другой для потенциальных партнеров. Второй участник, конечно же, приглашает их. Третий участник это мы проводим презентацию. Мы проводим одну презентацию продукта и одну презентацию бизнеса. Так что мы ничего не перепутаем. Мы делаем это, мы делаем две разные презентации. А затем, после презентации, мы проводим последующие встречи для людей, которые хотят узнать больше о продукте, которые, возможно, захотят стать нашими клиентами. И, конечно, последующие встречи для потенциальных партнеров. И вот теперь мы разработали один ключ. Потому что, честно говоря, кому знакомо это чувство, когда вы проводите бизнес-презентацию с пятью лучшими контактами вашего нового партнера, вы закончили презентацию. А затем у вас возникает такая ситуация и странное чувство. Да, хорошо, ты хочешь это сделать. Слышал об этом больше. Может быть, нам стоит еще раз поговорить об этом. Кому знакомо это чувство? Хорошо, как привлечь их к продолжению, как заставить их начать. Для нас это было большим испытанием. Мы закончили эту презентацию, и затем нашему новому партнеру пришлось обратиться к ним. Привет, как вам это понравилось? Вы хотите узнать об этом больше? Это было странно. Так что мы решили раскрыть маленький секрет. В конце презентации, скажем, например, на бизнес-презентации, в конце я просто говорю, эй, это все, что я хочу вам сегодня показать. Теперь мы делаем это так, как мы делаем это каждый раз. Пожалуйста, наберите в чате оценку по шкале от 1 до 10, единица означает, эй, этот бизнес для меня абсолютно ничего не значит. 10 означает, что я хочу приступить к работе немедленно. А 5 означает, да, это звучит интересно, но у меня все еще есть несколько вопросов, и я хочу узнать больше. Насчет этого бизнеса. На каком месте вы находитесь по шкале от 1 до 10? Тогда дайте им 2 минуты, 3 минуты, сколько им потребуется времени. И вы будете удивлены, как много людей присоединилось к чату на 5, 6 или 7 минут. Так что же здесь произошло? Они только что сказали нам, эй, я хочу знать больше. Пожалуйста, предоставьте мне больше информации. Эй, у меня есть вопросы. Мне интересно. Так что теперь не вы будете преследовать их, а они будут преследовать вас. И тогда вы скажете, хорошо, отлично. Тогда мы поступим так же, как и всегда. Каждый, кто наберет в чате 5 баллов и выше, получит текстовое сообщение от Томаса, парня, который пригласил людей, просто дайте ему имя Томас для этого примера. Мы получим текстовое сообщение от Томаса о двух назначенных встречах, где мы сможем встретиться еще раз один на один, чтобы действительно предоставить вам необходимую информацию и ответить на ваши вопросы. Тогда мы заканчиваем собрание Zoom, и сразу после него Томас немедленно свяжется со всеми желающими. Не завтра, не через час, а сразу после собрания Zoom. Свяжитесь с людьми, которые поставили в чате 5 баллов и выше, и отправьте им сообщение в WhatsApp. Привет, приятно, что вы здесь. Я заметил ваш интерес к этому бизнесу. Я уже думал, что вам это будет интересно из-за всего этого. Так дайте им почувствовать, что им это интересно. Саша, ведущий, который провел презентацию, будет доступен либо завтра в 2 часа дня, либо через 2 дня, в 4 часа дня, что тебе больше подходит. А затем у тебя назначена повторная встреча. И это удивительно, потому что ты предлагаешь им то, о чем они только что сказали, что хотят провести повторную встречу. Ты разворачиваешь ситуацию на 100 градусов. Вот так после бизнес-презентации мы получаем очень хорошее соотношение на последующих встречах. И не записывайте их. Эй, вы сказали, что хотите назначить еще одну встречу. Когда вы сможете освободиться. Нет, не давайте им возможности просто сказать, да, я король, и я решаю, когда мы встретимся. Нет, мы деловые люди. Мы очень заняты. Мы предлагаем вам эти две встречи. Какая из них подходит вам больше? Тогда у вас просто будет еще одна более выгодная позиция. Конечно, если ни одна из этих двух ему не подходит, тогда, конечно, предложите ему и другие варианты. Но именно так мы проводим запуск бизнеса и продукта с последующими встречами. И это правило номер четыре, простота при привлечении новых партнеров. Сосредоточьтесь на этом. Сосредоточьтесь на привлечении четырех клиентов в партнеры, а все остальное придет само собой. Тогда у вас есть правило номер пять. Отмечайте каждый маленький успех. Почему это так важно? Я не знаю, что вы чувствовали, когда начинали свое дело, но что касается меня, то я не чувствовал себя очень уверенно, начиная это дело. Я не знал, что делать. У меня не было нужных привычек для этого бизнеса. У меня не было привычки ежедневно заниматься контекстным сетевым маркетингом, потому что я раньше этим не занимался. Так что, скорее всего, партнер, на которого вы подписываетесь, чувствует то же самое. У него нет уверенности в себе, он не находится в потоке, он не знает, как построить свой бизнес, у него нет привычек бунтаря. Так что радуйтесь каждому маленькому успеху. Когда он запишет первую десятку людей в списке, радуйтесь этому. Когда он сделает первое приглашение, радуйтесь этому. Когда у вас будет первая деловая презентация, радуйтесь этому. Радуйтесь каждому маленькому успеху, потому что это придает ему уверенности. А развивать его уверенность – одна из наших главных задач. Одна из наших главных задач как спонсора, как руководителя высшего звена, заключается в том, чтобы развить уверенность у наших новых сотрудников. Потому что у них ее нет, когда они начинают заниматься этим бизнесом. Отмечая каждый маленький успех, мы укрепляем их уверенность в себе. И когда вы делаете все это, у меня есть бонусное правило для игры в среднесрочной и долгосрочной перспективе – секрет долгосрочного дублирования. Потому что когда вы делаете это и заставляете людей подписываться на клиентов и двух партнеров, когда вы помогаете им достичь Q, объединитесь в команду и запишите двоих. Но это не значит, что позже они будут дублироваться. Это не значит, что я имею в виду. Так как же мы можем добиться долгосрочного дублирования? И это пятиэтапный процесс, который может быть, ну, вы понимаете, а может и нет. Мне кажется, я почерпнул это из книги «Запуск революции лидерства». И это один из лучших процессов, который вы можете реализовать, работая со своими партнерами. Первый шаг – это то, что я делаю. Поэтому я провожу презентации. Второй шаг – это то, что я делаю, и теперь мой новый партнер наблюдает за тем, как я провожу презентацию. И, возможно, я делаю это пять раз, а он смотрит пять раз. Так что это может быть не только один раз, но и чаще, чтобы он научился. Но я это делаю, а вы смотрите презентацию. Затем вы делаете презентацию, а я наблюдаю за вами, чтобы дать вам обратную связь. Тогда вы делаете это без меня. И шаг номер пять заключается в том, что вы делаете это, а кто-то другой, ваш новый партнер, наблюдает за вами, и вы проделываете тот же процесс вместе с ним. И это долгосрочное дублирование. И большинство людей совершают ошибку. Они знают, Саша, да, я знаю это, но я вижу одну ошибку снова и снова. Они пропускают эти шаги. Шаг номер три. Они такие, хорошо, я провожу презентацию, ты смотришь, и в следующий раз ты сделаешь это сам. Желаю удачи. Расскажите мне, как все прошло. Не пропускайте третий шаг. Это очень важный шаг. Он делает это, а вы найдите время, чтобы посмотреть, как он проводит презентацию. А затем вы можете дать ему обратную связь, чтобы он мог улучшить свою работу. Но не давайте ему просто обратную связь. Получите поддержку. Так что спросите его, эй, а в чем заключается ваша презентация? Или просто для того, чтобы я знал, хотите ли вы получить обратную связь по этому поводу или нет. Да, я хочу получить обратную связь. Тогда дайте ему обратную связь. Попросите разрешения дать ему обратную связь. А затем вы можете сказать, если презентация была успешной, если презентация была хорошей, или скажем, если презентация была неплохой, тогда вы можете сказать ему, эй, его презентация была великолепной. Это было лучше, чем у 80% людей, которые проводят презентации. Так что я действительно думаю, что вы справитесь с этим без меня. У вас есть все, что нужно. Вы только что завоевали его доверие. И когда он это делает, его новый партнер наблюдает за ним. И если вы проделаете этот процесс со своими людьми, то получите долгосрочное дублирование. Если они, конечно, тоже будут следовать этому процессу. И что же может открыть этот ключ? Если у вас есть система для эффективного привлечения новых партнеров, если вы заставите их начать работу немедленно, если они получат результат благодаря вашей системе, команда Q зарегистрирует двоих, и если они выполнят этот процесс, то это пятиэтапный процесс, который я вам только что показал. Поможет вам многое сделать с клиентами вашей команды. Потому что тогда через один, два, три года рост числа клиентов в вашей команде может выглядеть примерно так. Если вам потребовался примерно год, чтобы привлечь тысячи клиентов в команду, то вам потребуется 9 месяцев, чтобы добраться до следующей тысячи. Затем вам потребуется 6 месяцев, чтобы перейти к следующему тысяче. И тогда вам потребуется 1 месяц, чтобы привлечь более двух тысяч клиентов. Это потому, что у вас существует долгосрочное дублирование. И это именно то, что я хотел вам показать. Я надеюсь, что вы могли бы извлечь из этого одну или две вещи. Если у вас есть какие-то вопросы о процессе, о системе, о том, как привлечь партнеров к работе, не стесняйтесь задавать их, пишите в чат. В противном случае, я думаю, что с моей точки зрения все было именно так. Вы знаете, Саша, хотя люди, возможно, и будут писать об этом, мне действительно нравится вот это, когда вы говорите людям, дайте нам шанс от одного до десяти, потому что вы позволяете им самим принимать решение о том, где они находятся. А потом они как бы дают вам это понять, потому что вы никогда не знаете, где находятся люди. Это действительно очень важно. И таким образом вы говорите мне, что люди честны в этом вопросе и просто говорят вам, где вы находитесь. Да, и если у кого-то есть двойка, тройка или единица, это совершенно нормально. Наша работа заключается не в том, чтобы убеждать людей, а в том, чтобы находить заинтересованных людей. Так что просто пригласите на презентацию как можно больше людей, предоставьте им информацию, а затем мы посмотрим, кто заинтересован, а кто нет, и все будет в порядке. Мне это очень нравится. Мне это очень нравится. И это легко воспроизвести, потому что это именно то, что нужно людям, чтобы все было просто. Я думаю, что иногда люди тоже все усложняют, не так ли? Да, это правда. Я думаю, что это самая большая проблема. А также в случае с одним из десяти, если вы хотите быть немного хитрее, то вы могли бы найти одного человека, которого вы знаете и который уже заинтересован. Возможно, хорошего друга, и этот человек немедленно напишет вам восемь, девять или десять человек в чате. Мне это очень нравится. Потому что если кто-то начнет с возраста, то другие люди будут более открыты для того, чтобы также написать в чат пять или выше. Я вижу, что Микаэла спрашивает, вернее Микаэла спрашивает немного о том, как долго длятся ваши входящие звонки. И так, Кайло, рад вас видеть. Но для меня с того момента, как я начал, прошло уже тридцать минут. Хорошо, когда я только начинал, я, честно говоря, не занимался адаптацией, потому что не знал, что мне делать с новыми партнерами. Потом я потратил почти два часа на адаптацию, и люди перестали работать. Они сказали, что это уже слишком. Я никогда в этом не преуспею. А в наши дни обучение занимает от тридцати до сорока минут, когда человек получает конкретные задания, чтобы он знал, что делать. И я никогда не бросаю обучение, если он действительно хочет развивать бизнес и взял на себя обязательства. Я никогда не бросаю обучение, не проведя его в дальнейшем. Итак, окей, вот задача. Скажите мне, до каких пор вы сможете завершить это задание. Когда нам следует встретиться снова, чтобы перейти к следующему шагу? Мне это нравится. Мне это нравится. Это прекрасно. Хорошо, и так Жанна пишет. Так в чем же причина того, что вы разделяете презентации между бизнесом и клиентами? Вы не находите, что некоторым людям это менее интересно? Или каковы ваши доводы? Честно говоря, я думаю, что для меня это была моя сюжетная линия, потому что когда я проводил презентации для клиентов, я рассказывал о своем прошлом с моими бабушкой и дедушкой о том, почему я работаю в сфере здравоохранения. Когда я выступал с бизнес-презентацией, я говорил о том, что хотел бы иметь возможность жить независимой, на свободе. И когда у вас есть и то, и другое в одной презентации, я никогда не знал, какую сюжетную линию мне следует выбрать, потому что тогда вы пытаетесь преследовать двух роликов. А затем ты не получишь ни одного из них. Что касается меня, то я просто хотел бы разделить это на части, чтобы иметь возможность создать целую сюжетную линию либо о продукте, либо о бизнесе. Так вы действительно сможете привлечь максимальное внимание и заинтересовать людей, участвующих в звонке. Вот почему я решил разделить его на две части. Мне это нравится. Хорошо. И она также снова спрашивает Микаэлу. Итак, у вас есть две вечеринки по случаю запуска, и каков план действий после этих двух вечеринок по случаю запуска? Какие вещи после этих двух вечеринок по случаю запуска? Как я уже объяснял, мы используем шкалу от 1 до 10, от 5 до более высоких значений, хорошо парень, который вас пригласил, свяжется с вами, и мы назначим последующие встречи на следующую неделю, 2-3, уже несколько дней. Мне это очень нравится, и это просто звучит так просто, как ты говоришь, Хеша. Это значит просто делать то-то и то-то, следовать за этим, делать то-то и то-то. Это просто, но не так-то просто. Да, это так весело. Но вы также можете почувствовать, что у вас тоже есть эта энергия. Я думаю, что это еще и сочетание того, что люди чувствуют ту энергию, которая есть у вас. И я думаю, что это очень важная вещь, потому что когда мы создаем этот бизнес, особенно когда вы проводите бизнес-презентацию, и они не чувствуют, что вам нравится создавать этот бизнес, или у вас на самом деле нет энергии для этого бизнеса, зачем им начинать. Они скажут, о, он кажется таким несчастным. Я не буду делать того же, что и он. Поэтому я думаю, что мы должны быть полны энергии в отношении этого бизнеса и презентации. Ну что же, вы, конечно, можете это почувствовать. И вы можете почувствовать свою страсть к этому и то, чего вы от этого хотите. Итак, мой последний вопрос таков. Каковы ваши цели сейчас здесь, в 2024 году? Просто хочу услышать, какие цели вы поставили перед собой. Но в 2024 году, когда я буду сидеть в последний день этого года за своим столом и размышлять о прошедшем году, я смогу записать. Эй, мы достигли 20 человек, команда клиентов, и мы достигли звания посла, тогда я буду очень доволен этим годом. Так что, возможно, главная цель в этом году — стать послом. Мне это очень нравится, Саша. Вы так вдохновляете меня. Я так благодарна вам за то, что вы нашли время и пришли на североамериканский звонок. И мы также будем транслировать это в прямом эфире. Так что, независимо от того, находитесь ли вы здесь в прямом эфире или смотрите запись, большое вам спасибо за участие. И я действительно собираюсь позволить всем включить здесь звук, чтобы они тоже могли это сделать.